Здравствуйте, я врач-невролог Краснова Марина Александровна. Поговорим о подготовке к нейросонограмме. Что это такое? Нейросонограмма – это ультразвуковое исследование структур мозга через большой родничок. Проводится она детям до 3 месяцев, если нет отдельных указаний при проведении ее в месяц, или в роддоме. Проводится она в возрасте 3 месяца, в дальнейшем по рекомендации невролога. Что изучает нейросонограмма? Нейросонограмма изучает структуру мозга, а именно их симметричность, их размеры, их однородность, не должно быть никаких включений, а также наличие или отсутствие патологических образований в головном мозге. Основное, что мы видим там, это размеры желудочков, межполушарной щели и размеры пространств, субарахноидального пространства, пространства большой цистерны и другие образования. В норме межполушарная щель должна быть до 4 мм, субарахноидальное пространство до 3 мм, боковые желудочки до 4 мм и должны быть симметричны. Третий желудочек 3 мм, четвертый желудочек 4 мм. Не должно быть каких-то дополнительных включений, структуры мозга должны визуализироваться хорошо, должны визуализироваться структуры мозжечка и должно быть симметричность правой и левой стороны, когда мы смотрим на результаты УЗИ головы. Что иногда мы там обнаруживаем? Например, псевдокисты. Псевдокисты – это не истинные кисты, они находятся в сосудистых сплетениях и представляют собой мелкие безвесленные сосуды, обычно 1-2 мм, которые не требуют лечения и проходят самостоятельно в возрасте до года. То есть в год, проводя контрольное УЗИ, мы обязательно это должны сделать и посмотреть, псевдокисты должны рассосаться. Второе, что часто видим на нейросонограмме, это увеличение межполушарной щели или боковых желудочков. При параметрах, которые я указала, и если эти размеры превышают параметры нормативных значений, нужно показаться врачу-неврологу. Как подготовить ребенка к нейросонограмме? К нейросонограмме особой подготовки не требуется. Важно, чтобы малыш был не голоден. Возможно, чтобы он спал, но может специально и не требуется сна ребенка, если он ведет себя спокойно. Нужно взять с собой пеленочку, потому что осмотр осуществляется на пеленочке и родничок смазывается гелем. Вам необходимо будет потом вытирать полотенчиком или пеленочкой головку малыша. И можно взять с собой какую-то погремушку или игрушку для отвлечения внимания. В целом, процедура неинвазивная, безболезненная, не требует какого-то вашего участия и абсолютно безопасная. Нужно провести ее в возрасте до 3 месяцев, чтобы перед прививкой АКДС показать результаты врачу-неврологу. Значит, вы на нейросинограмму берете обязательно малыша и амбулаторную карту. Спасибо за внимание!